сила звука воли бога основа самой жизни проводник ольга видео содержит прямую передачу мир пробудись прах эго отряхни и мысли новый путь открой и чистый и прямой здесь присутствует чат и в телеграм в которых проходят действенные прямые эфиры для настоящих думающих силовиков решивших стать свободой изобилия состояние свободы состояние радости и непомерной силы испытайте кто слушает или будет слушать испытать это нужно проделать несколько честных с собой призывов и я здесь и сейчас нахожусь а значит я не испытываю страха я испытываю радость благодарения и море оно тоже такое приветственное у него тоже звук призывной звук радости все помыслы все намерения должны быть в сочетании этого миира жизни свободы радости оно неразделимо и это дает силу ибо сотворено все именно в свободе и в радости и это движимо это творящие это сотворящее и когда вы так произносите то вы не просто касаетесь вы произнося здесь и сейчас обязательно гортань звучит внутри и верхняя часть лба и перепроверяйте и создавайте мысль что я нахожусь внутри гортани и верхней части лба где начинается рост волос это здесь и сейчас и когда гортань несколько таких приемных вдохов звуков сделает это воля бога это волевой центр она этой волей сразу же распространяется она не просто распространяется она идет на усиление в солнечное единение и это таинство чарующее она настолько увлекательное когда есть внутренний взор и когда ты это можешь видеть вы сейчас не попадаете никогда на эту суицидность что здесь и сейчас я этим стал обладать нет я это благодарю и пусть это происходит у меня потому что есть очень много внедрений и много потустороннего нижнего астрала он только и выжидает когда вы просто расслабитесь снова и снова напоминаем сколько эфиров прошло сколько записано видео и ни в одном не звучит слова расслабились в вашем понимании медитативность это расслабиться абсолютно нет сконцентрироваться это же звук и он концентрируется мысль вы концентрируете и когда вы ее концентрируете Она проходимостью проходит, проникаемостью проникает в ваши эти точки соприкосновения внутри. То есть эмоциональное тело может задеть, ответить на гортань первичным, ибо вы все дружно вспомнили о море, о солнце, о радости. Это всегда радость. Какие-то у вас были разные, может быть, состояния, где вы были на море. И все-все сейчас отбросьте, оставьте только самое, где была неимоверная радость, где был восторг. И пусть это длилось несколько часов, пусть это длилось две минуты, это нужно удерживать, ибо в этом как раз состояние удержания, согласованности, была радость. Почему была радость, была согласованность внутренних этих движений, составляющих энергии и иммунности? Иммунность – это жизнь. Оно будет все так складываться, чтобы это слово «жизнь» как можно чаще истинно звучало у вас. И когда оно будет звучать, оно быстрее расторгает эти контракты, соглашения, все мимолетные, как бы не взначай сказанные обиды, возмущения. Это все было, и это еще предстоит очень множеству преодолеть, и в каждом себе, и в стране. И поэтому радость должна все равно остаться основой вас. Понимание, что радость удерживает силу. Радость, она совершенно-совершенно противоположна той социальной, которой привыкли множество из вас. Та радость социальная, она такая сумбурная, всегда кричащая, какая-то призывающая. Она появляется тут же через минуту или через какой-то миг, может, потребляющая какие-то напитки радостные, праздничные. Почему их стали потреблять? Потому что истинность радости была потеряна человечеством. И потеряв эту истинность, стали чем-то заменять все то, что потеряли, от чего ушли. Искали всегда замену. И на самом деле найти замену истине нереально, ее не существует, ибо тогда мир не будет быть. И в этих словах звучат неимоверные силовые звуки жизни самой. Когда не может быть ничего, нет замены жизни. И если нет замены жизни, тогда как она дорога, как она нужна, и как она значима, и как она ответственна. И как это много. Это все вместе так собирается. И только истина усиливает эту радость. И вы, каждый из вас сейчас, находясь в своих каких-то помещениях, но может, прям здесь и сейчас вам не дали хорошие саквояжи с уверенностью, с звучанием, с блеском монет или с банковскими банкнотами. Но эту радость необходимо создать вначале, поймите. И если вы будете слушать, что-то понимать, что-то складывать в себе, акцентировать. Нет, не просто безмолвно расслабился, наполняюсь. Не делайте этого, никогда. Таким образом вы наполняете какие-то подключки, какие-то соглашения, и то бездумное безволие, рабство, в котором проживало человечество. И оно усиливается, увы, вы же сами когда-то согласились расслабиться. А здесь всегда звучит, сосредоточиться сознательно. То есть не зомбируйте себя, а вы сознательно как самое дорогое, самое разумное существо. Вы для себя являетесь. И у вас нет принижения. У вас есть истинное такое понимание, что я необходим. Жизнь для меня очень важна. Это святость. И я необходим. Я являюсь этой жизнью. И жизнь – это ясмьбок. Это сила. И я являюсь этой силой. Это объединение. И оно по-разному происходило у множества. И почему необходимо сознательно это понимать, когда есть это сознательное понимание, тогда есть этот звук направляемый. Есть намерение звука направляемости. И он обязательно звучит. Силовой звук, когда есть такая преамбула, читая веления, переданные через профит, во имя Иисуса Христа, во имя моего могущественного я и эсмь присутствия, и так далее. И это преамбула раскручивает, ведь вы четко понимаете, во имя чего вы это звучите, понимание намерения, знания. И когда это есть, эта гортань каким-то образом начинает разворачиваться совсем-совсем в другую сторону. И возвращает к себе значимость себя, значимость для себя жизни, ответственность жизни моей, какой бы я ни был. И это первичное, чего было лишено человечества, юродством того, что вы не являетесь жизнью. Вы – энергососуд. Это – ваша ценность. Это ваше там находится бессмертие, там находится силовой аспект самого Творца, творений всего. И вы незначимы. Какое юродство внедрено было в человеческое сознание? Как это вы незначимы, если это находится в вас? И одним таким пониманием можно свернуть все, развернуть все по-другому. Сколько бы они ни кричали, сколько бы они что-то ни создавали, на основе науки они и матрицу поменяли на планете. И планетами управляют, и галактиками, и куда-то там шастают. Эта ересь – это полная утопия. И эта ересь, услышьте сейчас, создается только для того, чтобы вас увести от вас. Чтобы вы в каком-то непонятном состоянии выкидывали эту жизнь, эту свою значимость, силу, святость жизни. Чтобы вы на нее вообще не реагировали, а чтобы увлекались этими какими-то суицидными, раздирающимися злобными суицидами. Что они так много знают и они посвящены, а вы будьте на них похожи. Посвящены куды, если к понтихвику, то хай идут туды. Каждый раз задавайте эти вопросы, и вы будете как зажигать этот немыслимый звук силы в себе. Они рассказывают, что они там достигли, они что-то сделали, чего-то достигли. Чего они могли достичь? Творение Творца Единого. Им сотворенную какую-то истину изуродовали или пробрались к каким-то – это еще ничего не значит. Или какие-то немыслимые создали себе кланы, как им кажется. И только потому они у них такими там кажутся большими, потому что силу вы отдавали. А сейчас вы не собираетесь это делать ни одной секунды. Ни один мегагерц своей радости, своей жизни не отдам никому. И эта собранность – это и есть этот звук. Ваш звук из этого состоит, и он начинает вращаться. И первое его звучание внутри вашей гортани. Влюбиться в свой голос. Еще и еще раз вернуться, и где есть о голосовых связках, видео прослушать. И проговаривать тщательно с собой, и он как бы раскручивается, в вертикаль идет. Она выравнивается и по-разному может зазвучать. И эта вертикаль как бы опускается и захватывает всю гортань. И она таким молниеносным идет в эту верхушку лба и солнечное единение. Это волшебство. Не спешите его увидеть, не создайте его на фоне какого-то у себя еще нагруженного, а просто восхититесь этим. Вы сейчас еще не находитесь на море, но уже первые слова, что здесь прекрасно, и вы вспомнили какой-то момент, и они уже породили в вас вот такой пульс, что-то уже где-то зазвучало. И может в середине позвонков, может еще где-то, что да, это здорово побыть три недели, пять недель на море, у каждого свои должны быть горизонты, и слушать и смотреть эту волну, и общаться с ней. Здесь все взаимосвязанность и полная истинная честность, и только тогда это откликается. Еще раз напоминаем, вся эта ложность, которую они деформировано создают, собирают, транслируют везде, она бессмысленна и она бессильна. Там нет правды, там нет истины, она бессильна, сколько бы они ни пугали. Вы иногда ощущаете боль в сердце, иногда ощущаете тяжесть в сознании, на желудке, еще где-то. Это у вас происходит, но вам нужно в этот момент сказать себе что-нибудь, каждому свое. Собран, здесь и сейчас. Сосредоточен. Их сила уменьшается, ибо вы четко обратились в свой внутренний силовой аспект и сосредоточились на нем. И в этот момент они бессильны. Всю эту пугающую ересь, безволие страшное они творят только потому, что вы это поддерживаете. Вы это умножаете за счет вашей энергии Бога в вас. Они творят это зло, эти ракеты, эти ядерные сооружения только так. И первична мысль, не те физические существа, которые также понесут ответственность, которые, может быть, и зарабатывают большие суммы денег, но строят и ядерность, и ракеты, и пулеметы. Но карма всегда будет. Какая бы ни была заработная плата, там всегда карма будет стоять, и при том очень жестокая. Там нет суеверия, что так Бог решил. Нет, теряйте его. Иначе бы не существовал мир, который вы здесь и сейчас видите. Это бесконечный горизонт, небеса, это море, это солнце. Вы это видите, это создано в любви, это создано в силе намерения радости. И это создано небесным создателем. Никто из них никогда не проберется к нему. Может, многие из вас попадали на какие-то учения, что если вас называют боги, у вас внутри это. Да, у вас внутри есть оно, но к ней каждому из вас также нужно пробраться. И поэтому, если вы хотите туда пробираться, вы закрываете двери, вы создаете намерение, чтобы туда ничто и никто не проникло. И только в этом ваша сила и ваша защита. И это и есть здесь и сейчас. Его нужно так отработать, и это не один день, и может быть даже не одна неделя. И это на самом деле процесс, который происходит в вашем телесном элементале. И его нужно признать, чтобы он движение создал. Чтобы он раскручивал, раскрывал, вынимал туда заскорузлость, забетонированность каких-то сосудов. Иммунитет сейчас вышел наперед, ибо в нем ваша сила. Все три системы – парасимпатическая, лимфа, иммунная – они имеют неимоверную значимость, и поэтому необходим иммунитет. Иммунитет – он больше занимает пространство, большее значение, чем просто иммунная система. Это гораздо-гораздо больше. И этот иммунитет – это и есть слава Христа. Но есть же эти небеса, но есть же эта морская огромная сила, эта водная стихия, и вы это видите. Если вы сейчас это утверждаете искренне с собой, то вы это ощутите теплом внутри солнечного единения. Часто многие пришли, слушая здесь на тот статус, что до этого и так понятно, и зачем это повторять. Нет, нужно удалять из себя этот весь нагроможденный, социальную дисфункцию, почитание смерти и ада. Иисус, Иисус, Иисус. И вам каждому хочется улыбаться. Эту радость он несет непомерную, и в нем это как раз сила. Только в этом – сила. Вы слышите в тех обманных, вы слышите о пространстве, о движении энергии. Но будет ли у вас какой-то результат тех их сказанных слов? А здесь они происходят. И да, вы очень-очень по-разному себя чувствуете. Любая дисфункция, покидая ваш головной спиной мозг, окружности ваших тел, даже те, которые нагружены на окружности вашей ауры, они все равно уже присосались. И они, уходя, ранят все равно. И какие-то остаются трещины на аурических телах, и их нужно быстро-быстро закрывать. И не то, что быстро закрывать, от них быстрее освобождаться. А они и сами могут закрываться. Но здесь самое главное ваше – это признание, понимание, что жизнь – это вы. И тогда это быстро происходит. Жизнь – это Бог. Искра Его – часть Его. Он оставляет в каждом своем творении. В воде это есть, в природе, в деревьях это есть, в цветах это есть. И, конечно же, в прекрасных дельфинах и китах, кашалотах это есть, и они это помнят. Они это не то, что помнят, они этим живут. Чем они отличаются от человеческих особей? Тем, что они это знают. И любая малейшая травма дельфина – она заживает мгновенно, как в сказке. Но, конечно, если его содержат в этом карцере дельфинария, то там гибнет все в нем. А те, которые вот в морской пучине, в свободе, они очень быстро заживают. Потому что в них есть это признание жизни, это и есть любовь. Это и есть безусловная любовь, самая настоящая. А множество из вас привыкли любить, и даже многие из вас могли бы ответить, что совокупляться – это значит любить. Нет. Эта чакра вторая, сейчас в связи со всеми дисфункциями человеческого состояния, она как бы превалирует больше всего. Потому что она осталась открытой, и необходимо, чтобы рождаемость, продолжительность была. Но она не имеет такой силы, как имеет даже ваш звук. Представляете, какая разница в этом? Она одну десятую может иметь. Это очень сокращено неимоверно, и много сейчас не рассказать. И если в ней одна десятая, то горловой звук – это десять. Вот такая сила в звуке вашем есть. И только по той причине, что это первичный силовой аспект вас. И что это – воля Бога. Эта воля Бога, она могущественная, и без нее по-другому нельзя. Не потому, что эта строгость как бы назвала это человечество. Нет. Это закон законодателя, и владыка Эль Мория так мудро его исполняет. И та миллионная, миллиардная, миллиардная, миллиардная армия созвездий ангелов, архангелов, которые находятся на тех просторах космических. Их непомерное количество служит ему, первому лучу, воле Бога. И это было убрано, стерто с человеческого сознания. Но они есть, и миллиарды созвездий, и миллиарды галактик. Все это существует. И когда вы это слышите, и если вы это сознательно принимаете, снова и снова утверждая себе, я нахожусь здесь и сейчас, ваши страхи вас покидают. А вместе с ними покидают суицидные сущности, сущности нижнего астрала, какие-то договоренности. И в этот момент это происходит. И поэтому вам всегда нужно утверждать, я нахожусь здесь и сейчас, при малейшем своем сомнении, правильно вы поступаете или нет, при первом же ощущении, где есть опасность у вас. Но утвердив здесь и сейчас, и у вас всегда будет истинный и мудрый ответ. И опять-таки перепроверять его как можно чаще, ибо уж очень долго находились в забытии. Эту правду нужно себе говорить. И когда эта правда звучит, волевой центр начинает раскрываться. И он раскрывается своей силой, что называется, немеркнущий такой силовой аспект. И он всегда существует. И днем, и ночью он бесконечен. Он весна, зима, лето, осень, какая бы пора года ни была, он незыблем. И он как раз и находится здесь и сейчас, то есть для него не существует какого-то изменения. И за счет этого здесь и сейчас, волевого этого огромного звука цикла можно было бы так правильно сказать, начиная с микро и дальше, здесь и сейчас это, воля Бога. И это ваш звук в вас. То ведь ценный же вы каждый. Имейте вы эту ценность. Но не утрировано, не по тем программам люциферианским, что если вы имеете какую-то ценность или еще что-то, то вы можете открывать все двери, и пусть к вам залетают всякие суицидные сущности. А когда есть этот центр, он значим, и он значим во всем. Для него не существует ни весна, ни лето, он незыблем здесь и сейчас, этот волевой центр. И когда это понимание есть, обязательно при этом отвечает сердечная мышца. Гайморовые пазухи также начинают свое такое внутреннее движение быстро-быстро очиститься, когда гортань начинает звучать. И носоглотка, это имеет все значение. Для вас какой-то части, опять-таки внушением, убеждениями, многочисленными ораторами ложными, что в вас вообще ничего не значимо. Нет, в вас каждая клетка имеет значение. И носоглотка здесь и сейчас первично отвечать будет вам, и она будет чиститься, ибо она не просто звучит здесь и сейчас, а уже есть ваше понимание, что здесь и сейчас, это воля Бога. Это владыка первого луча, строгость его непомерна. И ни за что не попытайтесь со всеми сдобудками нахлобученными его благодарить, это будет такое впечатление, что вы выше его поднимаетесь. Иногда слышно это и можно будет видеть, как звучит «Благодарю тебя, что ты служишь нам». В тех прямых эфирах ложных четко это звучит, и этим окончательно обрубайте связь с Богом в себе, ибо это непостижимо, такого не бывает и никогда не будет. И это истинное понимание святости и воли Бога первого луча и владыки, оно совершенно-совершенно далеко от того, что вы слышали в многочисленных интерпретациях ложных учений. Сейчас здесь оно другое, и каждый момент, когда здесь что-то происходит, бывают очень-очень разные. Владыки все, что угодно, могут позволить себе разбудить ту часть силы человеческих сосудов, которая сможет защитить и спасти мир, мир, мир. Но они ни в коем случае как человека вас и ваши какие-то портянки вымывать не будут. Это нужно всегда помнить, и тогда быстрее этот огонь, который необходимо зажечь в этой чакре гортани, в звуке. И он не просто чакра гортани, нереально так утверждать, это первичный звук. Это значит, звучит каждая мембрана в ваших сосудах. Одним словом, это названо сейчас иммунитет. И его нужно изменить, его нужно освободить и признать истину, правду. Ни один владыка не придет просто так, не нарушит он закон Бога. Он сам законом этим является. Закон Бога гласит, что каждый должен, что сотворил, то изменить. Он не придет за вас это делать. Но если вы выходите наперед всей этой армады, которая происходит сейчас в этих двух странах, вам будут даны очень огромные силовые аспекты. И будут каким-то образом сняты какие-то цепи ваши, и возможности очень великие могут быть. И если у вас будет звучать Миеир, 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 и вы как силовик на это потратите очень много времени, и это начинается здесь и сейчас. Ни в одном трактате вам не написали, хотя в каких-то моментах где-то у этих истинных ораторов, их написанных книг, это есть, что если вы выступаете всем своим намерением, желанием, чтобы победил Миеир, вам дают эту силу. Иммунитет – это не просто звук. Здесь сокрыта огромная траектория вас вообще. Ну и вообще слово вы ведь о себе, как о человеке думаете. Нет. А вообще, имеется в виду это несколько уровней, и не просто вашего сознания. Здесь очень ограниченно дается, показывается, поддается по каким-то небольшим граням, чтобы составляющая человеческого восприятия смогла выдержать это. Ибо это очень огромная сила, и чтобы ее выдержать, то надо к ней подготовиться. Надо натренировать, как тренируют мышцы спортсмены, спины свои выпрямляют. И эта тренировка была у каждого из вас, но как часто вы тут же спадали попадая, прочитывая, просматривая ложные, вы увлекались, потому что там всегда было легче, как вам казалось. Нет, гораздо-гораздо труднее и сложнее нести ложь. Очень тяжело вещать ее, внедрять ее в человечество. Вообще, на самом деле, если вы бы спросили у кого-то из тех ораторов, которому вы доверяли, может, долго слушали, как он себя чувствует, когда он один на один остается. В этом сокровенном состоянии свободы и к нему стремиться, и его призвать, и им стать, в этом сила. И в этом бескорыстная, безусловная сила любви света пробуждается, сотворяется, и эта тьма начинает вывымываться, вывыбираться с вас. И так это происходит. Что бы ни происходило, какие бы действия, какие бы догмы, какие бы трактаты не прозвучали, и когда это понимание у вас придет, что это не просто власть, это сила, непомерная сила, но она служит только Мииру, Мииру, Мииру. Эта сила так создавала острова, планеты и галактики, и каналы, и меридианы в вас она создавала так же. Это не родительские составляющие, это уже забытие. Когда-нибудь человечество придет и будет понимать, кто такие родители физические, и кто такие настоящие родители, мы очень верим, что это произойдет хотя бы в какой-то части населения человечества, ускоренно. И поэтому здесь такие эмоционально-взрывные, силовые эфиры, они непомерную силу имеют. И закон не порушим ни для кого. И эти непомерные воинства Эль-Мория и других владык всегда это могут видеть и всегда перенаправлять. Поэтому здесь звучит в очередной раз, если вы выйдете сейчас на то, чтобы в стране не победил геноцид, многие из вас в разных своих эпостасиях, в ваших молитвах первично, в ваших звучаниях вечерних, рассветных. Они не две минуты длятся, они тридцать-сорок, а то может и больше времени потратить на то, что вы сильны. Человечество, ты силу имеешь. Человечество, ты обладаешь этой силой, если она у тебя направлена на мир, мир, мир. Все, что вы хотите, это мир, мир, мир. Это свет, это сила звука изначального, и она растуширует, раздвинет эти парадигмы, и смелость человеческая у многих может пробудить за доли секунды. Сейчас это-это бесконечная идет подготовка, она давно длится, и только человеческому рассудку это не было видно, может быть какой-то части этой страны, и здесь много разных факторов. Но реально остановить сейчас уничтожающее действие. МИИИР, потребовать МИИИР, МИИИР, МИИИР. И не нужно рассматривать тех силовиков, которые по-другому ведут свои правила, нужно не выносить суждений. Силовики имеются в виду те, которые сейчас идут уже по стране, которую как стали называть агрессором. Они русские, и они хотят одного, это убрать этот режим. И пусть он у них тоже не сложился еще может быть пониманием, но вам, тем, кому доступны такие огромные знания, поддержать всех-всех тех, кто просто хочет МИИР, МИИР, МИИР. И вы не выходите, вы не судите, вам нужно вообще потерять эту составляющую, что вы за кого-то и кого-то славите. Нет, у вас один остается аспект навсегда, это воля Бога, и МИИР, 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 и тогда вы неуязвимы, и тогда эта ваша сила может быть такой проявленностью. Если вы примите решение остановить победобесие, не утрировано, не в человеческом понимании, утрировано в человеческом понимании, это будет бесконечное возмущение, осуждение, обвинение. Вы все это теряете, здесь и сейчас. И если каждый из вас, кто это слушает, потеряет это, вас интересует только одно МИИР, 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 чтобы он настал здесь и сейчас, ибо создавал создатель этот мир для радости. И это главенствующее намерение в вас сделает очень быстрый освободительный процесс в ваших чертогах и иммунитет. И множеству множеству будет поддержка, ибо иммунитет в любом случае необходимо поднять огромному количеству существ, и они все больше и больше будут приходить и видеть этот канал. У множества из вас после каждого эфира возникает очень много сомнений. Вам настолько поднимают эту силу зла, которая находится в вас и которая уничтожает вас, и вы тут же начинаете обвинять. Поэтому нет такого раскрытия очень быстрого результата. И все, что вы хотите, это облагородить свои физические тела. Но это не просто ваши физические тела. Таким образом вы удерживаете сущности демонического нижнего астрала. Это их закон, и им очень нужно, чтобы вы осуждали, чтобы вы обвиняли, и та страна, чтобы рыдала. Вам нужно это понимание, что если у вас истинно искренне должен зазвучать миаир, 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 когда бы вы его не зазвучали. И он будет таким. И как бы вы не говорили, как бы вы не грустили, как бы вы не создавали, вы каждый каждый знаете, что находясь на этих эфирах, вы обретаете силу. Вам нужно поверить в то, что волю Бога вам нужно воссоздать в себе, поверить в нее, а поверить это звуком утверждения, проглядывания морскую стихию. Здесь звучит истина, если вы продолжите путь силовика, она будет у вас умножаться, она будет помогать и уменьшаться ваша кармическая задача, и вместе с тем вы каждую часть себя будете также проглядывать, но сила это за этот период времени у вас очень многое изменит. И иммунитет, если вы примите мир, мир, мир по-настоящему в силовом аспекте сознания Христа, Христа единого и индивидуального, которые находятся в каждом из вас. А как все это произойдет, это будет таинством. Но не попадите на обман, не согласитесь получить все сразу, как это звучат у множества ложных учений. Вы если прослушаете какие-то заклинания, клинания, чего только они не создают, то у вас это произойдет. Но это же ваши клетки, но это же ваши сосуды меридианы должны будут измениться, это же ваши легкие начнут дышать. И нам стоило только показать вам, как этот звук проходит сразу и вертикально, и вниз, и вверх гортань миаира, воля Бога, и вам стало многим очень непросто дышать. Такая мощь здесь происходит. Иммунитет миаир, 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 в стране, где я живу, раз я здесь воплотился, пусть произойдет этот миаир, миаир, миаир. Я не бравирую, я не обвиняю, я не осуждаю, я принимаю ответственность силовика, я принимаю истину, волю Бога. Я утверждаю только миаир, 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 24 часа, все эти дни. И пусть вас не возмутит, что будет происходить. Продолжительность всего этого должно остановить, сбросить все лицемерие с планеты. Как много, как много вас силовиков, действительно настоящих на этой планете, и как много в вас этой силы. И только вдох вертикальный, спокойный, могущественный, уверенный, и выдох через солнечное единение. Выдох, выдох, выдох. Нужна резкость, и если это внутри, тогда это быстрее звучит. И снова и снова благодарение воли Бога, признание воли Бога, признание, что он главенствует во всем, в звуке воли Бога. Вдох небес голубизну, силу вертикальную. Выдох, 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 снести всю лицемерие. Пусть человечество увидит правду Миира, сотворенного создателем. Это миссия первопроходцев. Ответственность, ответственность. Произношение полностью полость рта задевает носоглотку, гортань вся аж кипит внутри. Ответственность, ответственность. Такое впечатление, что язык становится молотом и очень четко бьет по гортане. Ответственность, ответственность, ответственность. Она такая силовая должна стать у вас. И только тогда Миир, Миир, Миир звучит. Тогда воля Бога звучит. Она прекрасна, она могущественна, она является основой всего. Море верит в вашу спонтанную пробудимость. Не анализируйте эти эфиры, а просто в честности силу звука гортани своей освободить и принять и ее стать. Это ваш оплот, это ваши изменения и это ваше исцеление. Миир Бога пробудись и равнодушие покинет пусть меня, ибо это же такая возможность неимоверная для многих многих из вас, для всех миллионов из вас, для каждого, кто находится и в этой стране, и в других странах. У вас уникальный шанс, не упустите его, победите. Воля Бога никогда не терпит поражение, утвердите это, поделитесь этим везде, где только возможно, в любых чатах и каналах. Воля Бога непобедима, все, что нужно, это только ее признать, первичной, естественной жизнью, звуком естественной, самой жизни, как и звук волны. И тогда пробуждаемость происходит, как это весна, а она ведь есть. Пожелайте быть на море, пожелайте окунуться, пожелайте иметь хорошие сдобудки. Ибо миллиарды взорваны, не просто уничтожена часть планеты, не просто уничтожены эти неимоверное количество этих намуля и могущественных мужчин. Уничтожено великое богатство, те золотые запасы, которые могли бы вам позволить приехать просто на все лето на это море и любоваться и общаться с ним и нырять вместе с ним и призывать эту волну. И они все потрачены, они все взорваны. Пожелайте вернуть запас божественного изобилия в свои карманы, в свои саквояжи. Вы достойны этого. Поднимите свое достоинство. Вам нужна одна цель. Воля бога и выдохни через солнечное единение весь загруз, всю ненужность и благодарения, какие бы у вас не были сейчас ощущения и ближайшие часы, какие бы они у вас не были, если вы не остановитесь и если вы продолжите благодарение, у вас произойдет настоящесть звука вашего. Воля бога звука силы настоящести, которая существует вообще в морской стихии. Мы расстаемся с вами на ноте, что вы прочувствовали волевой центр, свою гортань. Питье воды будет у вас утроено, ибо эфиры проходят в водной стихии, в просмотре и в содружестве с водной стихией, поэтому она всегда активирует очень много в вас силы. Не выпивая много воды, вы теряете эту силу. Признайте волю бога главенствующей, победите, пусть победит мир, мир, мир. Хочется до бесконечности вам кричать удержите мир, 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 и каждую мысль, каждый звук, который вы здесь слышите. И поделитесь, передайте, не просто удерживайте. прямой действенный курс дельфины проводник Ольга курс действенный содержит прямые передачи в этом его сила. Все эфиры этого курса они действенные и чтобы усилить более быстрое принятие в освобождении понимания есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала новое пробуждение человечества. Когда выносим благодарность планете через передачу другим силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше в нас каждом кто это передает ложности здесь нет здесь истина горит пылает планета силу и свободу обретает благодарность наша непомерна творением творца сириуса дельфинам и китам они незримо обучая нас любить самих себя и все творения создателя действенный курс дельфины это радость неземная прямые передачи влады комеров элохим архангелы ангелы световые цивилизации сириус лияда андромеда арктура и дельфины и киты настоящая активация божественности изобилие в единении осознанном принятии денежного изобилия в ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности усилить безусловную любовь активация чакровой системы восстановление баланса женской и мужской энергии гармонизация исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела врожденное техники выравнивания внутреннего позвоночника вертикальное дыхание способствующие синхронизации правого и левого полушария восстановление вибрации собственного голосового звучания освобождение рассудочной части воссоединение с божественной основой техники усиления интуиции первого чувства открытие нитей ДНК принимая сердцем чистый свет в честности возможно совершить мощный прорыв усилить магнетизм в себе принимать потоки 5D решайтесь нет возможности откладывать воссоздать силу божественности в себе важность этого обучения в том что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим все это глобально для всех и касается каждого важно сейчас действовать честно спасаем самих себя в единстве ясности решительности всем приглашаем всех к познанию силы божественности в себе прямой действенный курс дельфины ссылки телеграм в описании